Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в 50 метрах от моря. Сегодня посмотрим обзор на квартиру, которая сдается в аренду на Таманской, 24. Здесь охраняемый двор, закрытая территория. Будет очень удобно отдыхать с детьми. Квартира предназначена для размещения до двух семей, 6-7 человек. По фасаду, если вдруг во дворе не хватает мест, то вы можете машинку оставить здесь под видеонаблюдением. А так по пульту заезжаете во двор и ставите машину на свободное место. По фасаду здания имеются пиццерия, пивоварня, красно-белая, озоны. То есть все нужные магазинчики. В ту сторону, буквально в 50 метрах, находится сетевой магнит. Напротив есть Бонами, называется Гастропапа. Также здесь рядышком расположено кафе Брынза. Товары для дома, салон красоты, спортзал. Для многих это может быть важно. Сейчас мы находимся внутри двора. Дом расположен буквой П. Давайте я вам покажу инфраструктуру, которая здесь есть. Есть очень много зелени. Есть лавочки, на которых можно посидеть с мусорком. Территория очень чистая, облагорожена. Машины паркуются на свободные парковочные места. Если здесь их не хватает, ставьте по фасаду дома, и там есть видеонаблюдение. Вот так выглядит детская площадка. С резиновым покрытием. Есть качели. Деткам будет здесь интересно. Как сейчас видите, здесь они уже играют. Это площадка для занятия спортом. Те люди, которые хотят себя поддерживать в хорошей физической форме, будут счастливы. Доступ к лифту возможен и для маломобильных граждан. В квартире уже отдыхали такие люди и пользовались вот этим подъемником. Лифт большой и бесшумный. Это восьмой этаж. Мы смотрим с вами квартиру. Она 68 квадратных метров. С правой стороны у нас имеется раскладывающийся диван. Также есть место для хранения гардероб с зеркалом и его раскладушка. С правой стороны установлена обувница. Далее у нас проход в кухню и спальную. В левую сторону у нас санузел. Санузел в этой квартире очень просторный. Есть стиральная машинка, большая раковина, зеркало, унитаз, полотенцесушитель, а также детский горшок с феном. Душевая зона тоже очень большая. Далее проходим в комнату. Здесь двуспальная огромная кровать, две прикроватные тумбочки, комод, зеркало, гладильная доска, пылесос, своя спецсистема и телевизор. С этой комнаты имеется выход на балкон. Комната очень просторная и светлая. Далее проходим в кухню-гостиную. С левой стороны кухонная зона, микроволновая печь, раковина, панель для приготовления пищи, чайник, набор всей необходимой посуды также присутствует. Имеется холодильник, телевизор, обеденный стол, шесть стульев и раскладывающийся диван. Также в этой комнате есть спецсистема и большой телевизор. И с нее мы можем попасть также на балкон. Здесь на балкон выход с двух комнат. Имеется стол, стулья, также есть сушилка. И посмотрите на этот вид. Друзья, дворовая территория здесь полностью закрыта, как я и говорил. Есть детская площадка, зона для занятия спорта. Но самое главное, это невероятный вид на море. Просто морская гладь открывается перед вами. Теперь я понимаю своих подписчиков, которые проживают здесь и рассказывали о том, как им здесь нравится жить. Фантастика. Вид на все 100%. Размещение в этой квартире возможно до 7 человек. В мае вы можете снять ее за 5000 рублей. Если приедете отдыхать сюда позже, то 6-7 тысяч рублей за сутки. Хозяева также предоставляют трансфер. Можете звонить по этому номеру телефона. Вас встретят с вокзалов, привезут и разместят. Цена проживания также зависит от времени, на которое вы приезжаете. Если вы приедете на более длинный срок, то стоимость можно снизить. Квартира подойдет для двух семей с детьми. Спокойно приехали, отдыхайте, вам будет это более выгодно и жить будете. В самом центре Анапы рядом сквер Гудовича, рядом парки аттракционов, театральные площади, выбор пляжей от каменных до песчаных. Очень много прогулочных зон до новой набережной. Тоже можно отсюда дойти пешком. Я думаю, что вы это будете делать, потому что гулять по набережной в Анапе это самое классное, что только может быть. Трансфер осуществляется на таком вот большом восьмиместном автомобиле. А теперь, дорогие друзья, вам предлагаю прогуляться до моря. 3-5 минут. Пойдем на пляж санатория Малая Бухта. Там можно спуститься на лифте, а также есть доступ для маломобильных граждан в море. Мы находимся на пересечении улицы Таманская и Терская. Угол дома отсюда осуществляется выход. И пойдем в левую сторону, буквально 50 метров до сквера Гудовича. Буквально 50 метров. Мы отсюда видим это здание и мы попадаем в сквер Гудовича. Помимо шикарничего лесного такого пространства, здесь есть и детская площадка, есть туда дальше фонтан влюбленных и буквально чуть-чуть до набережной. Детская площадка здесь одна из самых шикарных в Анапе. Много разных мест, где детям можно полазить. Есть песочница и вот такая вот красивейшая горка с домиком. Также есть места, где посидеть родителям, пока их дети играют. Те, кто смотрит мой канал давно, не надо рассказывать о том, как сильно я люблю сквер Гудовича. Тут его переработали, очень много пространств, где можно посидеть, отдохнуть. И самое главное для Анапы это губное количество зелени. Ночью здесь работает подсветка, под фонариком мы проходим. Это смотрится очень красиво. Также здесь есть столы для настольного тенниса. Там ребята играют. В этом месте у нас расположен еще и кровельческий музей. Тоже посетите обязательно. Очень интересные экскурсии, хорошо рассказывают о нашей истории города. Конечно, лучше приезжать в Анапу сейчас. Тут все цветет. Вокруг красота. Сегодня температура воздуха 21 градус. Тут есть выставка бабочков-пауков. И должен в скором времени открыться морской океанарем. Один из лучших в Анапе. Сейчас в Анапе буйное цветение. Рос, белая акация. Аромат стоит потрясающий. Перед самой набережной у нас расположен кафе «Маяк». Здесь можно поесть. Либо вот так вот на улице между туль. Либо посидеть внутри. Это все с морским воздухом, дорогие мои. Пройдя немного, мы попадаем на нашу набережную. Людей достаточно. Сейчас гуляют. Здесь сегодня тихо. Деревья нас закрывают от ветра. Люди на сапах ходят вдоль кор и прогуливаются по берегу. Если пойти в ту сторону, вы можете спуститься на менее оборудованный, но и менее населенный пляж. Называется Тургеневский спуск. Мы с вами отправимся направо, чтобы спуститься на лифте. Это одно из самых популярных мест у нас, потому что здесь расположен маяк, и все приезжают сделать фотографию на его фоне. Также здесь расположили очень интересные скамеечки, на которых люди часто загорают, и они у нас постоянно заняты. Даже сегодня есть те, кто сидят. Но, честно, людей гораздо меньше, чем обычно. Мой любимый лук серебристый. Он сейчас тоже цветет. Видите, эти желтые цветочки невероятно сладкий запах приносят они. Прогуливаясь по набережной, вы его видите, и караоке войс. Дальше кофейня в старинном здании маяка. Здесь усаживают кустики, облагораживают все потихонечку. В общем, жизнь и движение имеется. Но самый главный вид, это, конечно же, на море. Здесь у нас местами погибшие сосны. Но есть и те сосны, которые вроде казались погибшими, но выпустили новые зеленые веточки. А вот лук серебристый живет и восстанавливается, несмотря на то, что его вырубали. Поэтому, мне кажется, надо засаживать наши набережные лохом серебристым. Ну, либо маслин, можно его назвать. Далее у нас есть зона для занятия спортом. Она здесь большая. Есть множество разнообразных тренажеров. Как говорится, на каждый притязательный вкус вы можете себе найти. Вот прям при вас женщина встала и разминается. Там дальше мама с дочкой тоже прокачивают свои ножки. Есть теннисные столы, а также много мест, на которых можно посидеть с видом прекрасным на море. Самые главные обитатели, сами себя довольны, это наши котики. Их тут очень хорошо подкармливают. Они такие довольные сидят и радуются жизни. Привет. О, все, хвостик поднял. Довольный, счастливый. Видите, разрешается чуть-чуть погладить. Но также сейчас у нас идет еще и сезон цветения маков. Вот такая красота, друзья. Тоже воспользовался тренажером. Подтянулся. Подробности смотрите на телеграм, на который я призываю вас подписаться. Там можно выиграть литр вина, либо 500 рублей на счет от меня. Вино домашнее. Море Ост, либо Юрий Заровский. Ссылки есть все в описании. Далее у нас такая зона отдыха. Сезон называется. Здесь вина, напитки. Можно поесть. И это тоже все с видом на наше любимое морюшко. Мы доходим до пересечения с улицы Калинин. У нас есть и коты, домики. И отсюда мы уже можем наблюдать пляж, на который с вами двигаемся с белокаменной в прекрасной набережной. Наши котики прям посредине тротуара загорают. Ждут нежности и ласки. Чем с радостью делятся наши детки. Еще одно кафе, сад и море. Дальше есть пинг-кофе и выбор курортных асессуаров. Мы выходим на набережную санатория Малая Бухта. Здесь тоже много людей гуляющих. И с правой стороны находится отминожек. Это наш еще со времен СССР. Такой символ, который делали для детей. Сегодня у нас напротив стоит яхта. Тоже вышла на прогулочку. И с этой набережной открывается краски. Вид уже на пляж. Здесь идет у нас еще подготовка. На уже расставили шезлонки. Там купаются люди, загорают люди. Здесь с левой стороны находится баня. Которую тоже можете воспользоваться. Вдруг погода будет не такая, или вы просто любите сходить в баньку. То есть все условия здесь созданы. Если мы пойдем не на этот пляж, а пройдем дальше, мы пойдем на лучший, галечный, самый оборудованный пляж Анапы. Где вы сможете тоже отдыхать. Туда идти еще метров сто примерно. А с правой стороны здесь расположены и кафетерии. Также точки питания. Есть кафе. Здесь также можно на улице поесть. Возле бассейна-санатория Малая Бухта. В общем, все условия созданы. От вас только финансы, как говорится. И приезжайте, отдыхайте, друзья мои. И вот так выглядит место, с которым мы будем спускаться на пляж. Это лифт. Очень удобный для людей, которые имеют ограниченные возможности по передвижению. Мы заходим и выходим. И выходим сразу с видом на море. Здесь, наверное, самый шикарный выход. Вот вам и лежаки. Сейчас они еще бесплатные. Потом будут сдаваться в аренду. Туда вправо у нас сходится еще одна баня. Ну, в принципе, здесь уже все, что только вам надо есть. Море. Спуски в море оборудованы. Галечный пляж. Он прекрасен. Потому что море здесь никогда не цветет. Вы можете съездить на Пионерский проспект, на центральный пляж, на пляж. И купаться в море на песчаных пляжах. Вот так сейчас выглядят эти места. У нас сейчас проходит детская регата. Там яхты на заднем фоне меня ходят по морю. Ну, а здесь дети кидают камушки в ручку. Такое великолепное занятие. Как я этим тоже любил в детстве заниматься. Ну, и сама обстановка располагает тому, чтобы приходить и купаться. Море чистейшее, манящее. Давайте узнаем мою температуру. Воздух, как я озвучил раньше, 21. Температура моря 15,9 сегодня. Как видите, квартира расположена в одном из прекраснейших мест Анапы, в котором хотелось бы жить. Рядом очень много элементов благоустройства. То есть у вас есть возможность гулять по нашим всем зонам, сделанным именно для жителей, гостей города. И получать от этого нереальное удовольствие. Самое главное, что море близко. Ждем вас, друзья мои. Все контакты указаны напрямую. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь нашим морем. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Ну, мы с вами не прощаемся. Смотрите следующее видео на нашем канале. От души.